ПРАВО НА ВОСТАНИЕ В 1876 году оно было включено в Декларацию о Независимости США. И, кстати, было включено далеко не только декларативно. Всем известно, что в Соединенных Штатах разрешена свободная продажа оружия. И у нас в России тоже давно идут споры о том, следует ли у нас разрешить такую продажу оружия или нет. Но номенклатура очень не любит говорить, по какой причине в Соединенных Штатах разрешена свободная продажа оружия. Причина же, между тем, предельно конкретна. По мнению американских законодателей, народ должен иметь не только право на восстание, но и возможность это восстание реально осуществить. Обеспеченную возможность. Другими словами, он должен иметь возможность власть, ставшую тиранией, свергнуть силой оружия. Именно поэтому свободная продажа оружия и разрешена. Немного позже, чем в США, я лучше зачитаю здесь цифры и немного спотыкательное название. В 1789 году право на восстание было зафиксировано в Декларации прав и свобод человека и гражданина в Франции. В 1958 году в Конституции Франции. Но еще раньше, чем в Конституции Франции, в 1948 году, оно было закреплено ООН во всеобщей Декларации прав человека. Его формулировка звучит так. Принимаю во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Но я думаю, не нужно объяснять, что это право ратифицировано Российской Федерацией. Или бы я просто не смог так сейчас свободно рассказывать об этом. Правда, повторюсь, никогда номенклатура не любила и сейчас не любит особенно об этом вспоминать. Думаю, здесь будет правильным дать определение этого права из Википедии. Право на восстание, также известно, право на сопротивление угнетению, право на революцию, политической философии, право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Если говорить о марксиско-ленинской теории, то коммунисты всегда признавали право на восстание и более того, они считали, что в большинстве случаев в социалистическую революцию просто невозможно осуществить мирным путем. Но, тем не менее, весь период советской власти об этом предпочитали помолкивать даже коммунисты. Пожалуй, они помолкивали об этом и сейчас, и заговорили об этом только совсем недавно. Первым это сделал депутат Госдумы, понятно, от Капаров Алексей Куринный. И он это сделал прямо с трибуны Госдумы. Сайт Госдумы под свободные лицензии, поэтому я загрузил этот ролик на наш канал, он будет на конечной заставке. Ну а вот данный фрагмент из этого ролика. Какая возможность у людей остается выразить публично свое мнение? Довести его до правительства, довести его до органов власти? Практически никакой. Либо это незаконно, либо остается еще одно право. Право на восстание. Кстати, это право закреплено во Всемирной Декларации прав человека, которое является одной из основ, в том числе и российского законодательства. Поэтому это никакой не экстремизм, это в принципе то, во что может вылиться вся эта череда запретительных законов. Фракция КПРФ будет голосовать категорически против этого закона. Спасибо. Алексей Куринный, конечно, депутат Госдумы, но тем не менее он, так сказать, рядовой коммунист. Но недавно, а конкретно 23 марта 2021 года, об этом в интервью канала «Открытое медиа» открыто заявил тоже депутат Госдумы коммунист и председатель Московского городского комитета КПРФ Валерий Рожкин. Вот это фрагмент. Возможно и силовым путем, если будет нарушено все, так сказать, конституции и конвенции, договоренности, право народа на восстание, святое право, я считаю, оно на территории Российской Федерации действует и будет задействовано, если власть не остановится своим беспределом. Если в власть, есть ратифицированное положение ООН о праве народа на восстание. Оно у нас ратифицировано. Что здесь можно сказать? Я уже не раз говорил, повторю еще раз. В условиях все растущей социальной активности народа подавлять протесты, это даже не просто гасить пожар бензином, а это гасить его на полном. Но номенклатура именно этим сегодня и занимается. Но ей пора одуматься. Она, безусловно, подводит ситуацию в стране к опасной черте. И ответственность за это лежит ни в коем случае, не на оппозиции. Ответственность за это лежит только на номенклатуре. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных засталках. Субтитры сделал DimaTorzok